Норвегия 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 После игры против скандинавов российские игроки выглядели озадаченными и неразговорчивыми. Ведь, похоже, всех волнует, что игры против не самых сильных команд пока даются не без проблем. После матча своим мнением об игре поделился главный тренер команды Зинатула Беллидинов. У нас был неплохой первый период. Мы хорошо играли, контролировали шайбу. Во втором отрезке мы забили, но потом пошли ненужные удаления, которые сломали игру. Наверное, ребята немного расслабились. В третьем периоде мы играли нормально и контролировали ситуацию. Я произвел три перестановки в звеньях. Посчитал, что Кулемину лучше играть с Дуцуком. Мне не очень понравилось, как вчера сыграл Широков. Сегодня в новом сочетании он выглядел лучше, сказал Беллидинов. В субботу россияне провели стартовый матч на чемпионате мира. Соперником нашей команды стала сборная Латвии. Начало первого поединка получилось для россиян обескураживающим. Латыши усилениями Индершеса открыли счет матча. В первом периоде россиянам отыграться не удалось. Более того, было видно, что игра в атаке дается нашим с большим трудом. На выручку партнерам в трудную минуту, как и полагается, пришел капитан. Илья Никулин в большинстве броском от синей линии сравнял счет матча. А дальше на аванс сцену вышел неподражаемый Евгений Маутин. Сначала он после суперпередачи всего того же Никулина вывел россиян вперед. А уже в третьей двадцатой минутке оказался самым расторопным на пятачке соперника. Дальше с работ его суперсвязкой пережоген Попов. Два Александра, как по нотам, разыграли контратаку. Дау Гаваньш броском с кисти из круга сбрасывания сократил разрыв счета до двух шайб. Однако последнее слово осталось за россиянами. Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в рамках чемпионатов мира и установил окончательный счет. 5-2. Россияне начинают с победы. Ну, это первая игра. Ребята, может, волновались. Я, в том числе, посмотрите, все игры довольно упорные. В том числе Канада, Шведы. Шведы играли вчера. Поэтому все команды приехали за победы. И никто просто так не отдаст победу. И Латвия доказала это сегодня тоже. Довольно тяжелое начало было. Но хорошо. Все равно где-то первая игра. И все волновались. Но в дальнейшем все-таки перехватили инициативу. И это здорово. У нас есть определенные задачи на игру и тактика, которые мы должны выполнять, не взирая на счет, не взирая на ситуацию, которая складывается на поле. Пока российских болельщиков на чемпионате мира очень мало. Это если сравнивать с предыдущими турнирами. Тогда десант поклонников нашей команды был одним из самых многочисленных. Виной тому высокие цены на билеты. Возможно, большинство почитателей нашей национальной команды подъедут в Стокгольм и Хельсинки к началу решающего раунда. Ну а в России, наряду с миллионами телезрителей, за выступлением сборной России с большим вниманием следят многие известные хоккейные болельщики. Среди них и пианист Денис Мацуев. Почерк сборной Беллидинова проявится на этом чемпионате. Мы можем уже, потому что достаточно много времени прошло с тех пор, когда он принял нашу сборную. Я болею за него, я болею за нашу сборную. Кто бы ни был тренером, я всегда фанат и поклонник этой команды. Поэтому я думаю, что этот чемпионат расставит многие точки. В преддверии любого чемпионата, то бишь чемпионата мира и Олимпиада. Конечно, мы ждем от нашей сборной побед. И я желаю нашей новой сборной уже, так сказать, обмолодившейся понемножку. Безусловно, это как часть подготовки к Олимпиаде, безусловно. И надо очень здорово все выстроить, как сделали канадцы в Ванкувере. Все мы прекрасно помним, какой был результат вообще в общем, в общем, в общем, в командном зачете. Далее информация для поклонников подмосковного Атланта. Накануне в Матищах определились с планами предсезонной подготовки команды мастеров. Коллектив соберется 16 июля и проведет трехдневный медосмотр. С 23 июля начинаются обязательные тренировки в Матищах. 29 числа запланирован вылет на сборы в Швецию. Занятия на родине главного тренера команды Яни Карлосона продлятся до 4 августа. В этот день команда самолетов возвращается в Москву. У Атланта запланировано 8 контрольных матчей. Через 4 из них пройдут в рамках предсезонного турнира в Риге, который состоится с 25 по 29 августа. Кроме того, уже известно, что мытищенцы дважды сыграют с Торпедой 7 и 10 августа и один раз с Акбарсом 15 или 16 августа. Главный раздражитель для омского авангарда финальной серии за Куба Гагарина нападающий московского «Динамо» Лео Комаров уже в следующем сезоне может оказаться в НХЛ. Форвард «Динамо» из сборной Финляндии задрафтован Торонто и не прочь попробовать свои силы за океаном. После того, как Комаров проявил себя в плей-офф в КХЛ, его шансы повышаются. «Я очень на это надеюсь. Если я им нужен и мне будет предложен хороший контракт, то я перейду в Торонто. У меня остается еще год контракта с «Динамо», так что не знаю, отпустят ли меня. Это вопрос к моему агенту», – сказал Комаров. И под конец выпуска перенесемся за океан, где в разгаре борьба за Кубок Стэнли. Лос-Анджелес впервые с 1993 года вышел в финал конференции. Это стало известно сегодня утром, когда короли обыграли Сент-Луис 3-1 и с сухим счетом 4-0 стали победителями серии. В одном шаге от финала конференции находится их команда Ильи Ковальчука Нью-Джерси. Дьяволы сегодня обыграли летчиков из Филадельфии 4-2 и повели в серии 3-1. Ковальчук отметился результативной передачей. На этом у меня пока все новости. Проводите праздники активно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова